Привет, я здесь встречаю. Полюбуйтесь, пожалуйста. Я не знаю. Судя по реакции, водитель Киа подумал, что у него главное. Вот бы он, наверное, удивился, если бы случилась авария. А может, там при выезде со второстепенной знака нет, ступи дорогу? Мне стало любопытно, и я съездила на место, и, похоже, дело вовсе не в знаках. Возможно, у водителя просто зрение плохое, а может, правила не знает. Но тогда как он оказался за рулем? Хотя ничего удивительного. Информация для невнимательных водителей. Видите такой знак, покрутите головой, ведь вы обязаны уступить дорогу. Ситуация для Улан-Удэ, скажем так, не новая. И что делать, если камень в лобовое попадет? Доказательством может стать видеозапись. Правда, придется попотеть, отстаивая правду в суде. Что уж говорить, когда у нас в городе даже мусор умудряются перевозить без пологода. Так что там половина груза остается на дорогах. Мой вам совет. Дорог кузов вашей машины. Держитесь от таких участников дорожного движения подальше. А что так можно было? Как вообще водителю в голову пришла такая идея? Даже пешеходы, судя по реакции, в шоке. По встречной, на красной, по зебре, судя по уверенности, маневр отработанный. Правда, за такие пируэты можно и прав лишиться. Зато потом никуда торопиться не будешь. Сел на трамвай и поехал. Кстати, про тех, кто торопится. Наша уже регулярная подборка нарушителей на переезде. Мне кажется, что с этим нужно что-то делать. Если у вас есть предложение, присылайте варианты нам. Расскажем о самых интересных в следующих выпусках. На этом все. Сняли необычные случаи на дороге? Присылайте видео нам. Мы наказываем, но не рублем, а общественным порицанием. Прилюбуйтесь, пожалуйста. Прилюбуйтесь. Прилюбуйтесь. Прилюбуйтесь.